Ты понимаешь, как тебе повезло, что я вымыл тебя? Всем привет, с вами Николас. И знаете, у вас когда-нибудь такое было, когда ты записываешь ролик целый час, а там нет звука? Сегодня хочу вам показать крутой гайд, и сегодня я вас научу делать фильмы. Сказал чувак, который всё своё говно делает в блендере. Не, ну серьёзно, сегодня мы не будем работать в блендере, конечно. Сегодня мы будем работать в Cinema 4D. И сегодня мы создадим симбиота вот этого вот Венома, который вот этот вот слизистый вот. Что надо тебе от меня? Отстань. Слышь, подожди, подожди, иди сюда, иди сюда. Очень важная тема сейчас будет, да, смотри. И вот сейчас сам знаешь, да, что творится в стране, непонятная какая-то херня, и YouTube могут закрыть, и вообще непонятно ничего. В общем, есть Telegram-канал, туда можно подписаться. Для того, чтобы просто не потеряться, и файлы, которые я буду сбрасывать, вот сегодня, допустим, они будут в Telegram. В общем, надо туда залететь, подписаться, как-то там, не знаю. Сегодня мы будем создавать, в общем, Венома, и анимацию сделаем. И вы сегодня узнаете очень много интересного. Я потратил на это 2 дня и 10 часов рендера. Let's go! Итак, ребята, смотрим. У нас есть вот такая вот моделька. Это была целая 3D-модель Венома. Естественно, она стоит денег, эта модель, да. И что здесь сделано? Отрезана голова для того, чтобы, потому что все тело ненужное, но нужно было сделать вот такие сплайны, то есть вот эту саму слизь у Венома, да, что он когда у нас превращается, либо там он куда-то вылазит, у него есть вот эта вот слизь. У нас весь такой, какой-то весь сопливый и так далее. Всю эту модель и все вот это вместе вы можете будете скачать. Соответственно, здесь уже будет все настроено. Здесь также уже на этой модели имеется, что очень важно, ребята. Здесь есть глобальные настройки, например, чтобы высовывался язык, чтобы у вас была анимация, например, с самой головы, то есть рта. Соответственно, да, здесь анимируется полностью все. И все это дело можно перемещать, удлинять, расширять. Очень много гибкие настройки. Допустим, мы будем делать так, чтобы у нас открывался рот на Венома. Допустим, мы будем говорить какую-то речь, будем делать анимацию для того, чтобы анимировать речь. Когда мы открываем рот, у нас, соответственно, должен влазить язык. Естественно, здесь все эти настройки есть, можно все это дело менять. Здесь вставить ключики, они анимируются и все делайте сами. Очень важно, что здесь играет роль, это сама мимика. Здесь брови, пожалуйста, мимика. Это очень важный аспект, когда делаешь анимацию, да. Также губы. Если мы хотим, чтобы у нас губы были, то есть тоже, да, как-то анимация губ. Все это есть. И это просто очень круто. Для того, чтобы вам понять все настройки, вам надо все их изучить. То есть здесь ничего такого сложного нет. Просто открываете и клацаете, смотрите, что за что отвечает. Это чтобы для общего понимания, потому что если вы будете что-то делать, какую-то свою сцену, то здесь сложного ничего нет, потому что здесь уже все настроено. Вам нужно просто своими руками все это дело сделать под себя. Это уже зависит от вашей кондиции в голове, что у вас какие есть идеи. Я создавал здесь целую сцену, то есть я делал уже с видео. Внедрял графику и, ну, как обычно в фильмах, это делается. Соответственно, есть такая проблема. Если у вас компьютер не очень мощный и будет лагать, например, да, превью особенно, потому что здесь очень много поджирает вот эти все рефлекшены, все вот эти сплайны, вот эти именно сопли, анимация, именно она сжирает. Можно перейти во вкладочку, сразу же лов, и у вас вот немножко пропадет, но при этом у вас, смотрите, как четко можно здесь настраивать все. Никаких лагов нет, и можно спокойно даже смотреть анимацию, и, то есть, это очень как бы удобно делать. Ну что же, давайте начнем с самого начала. Я вам покажу, как я создавал все эти видосики, и, соответственно, вы уже в процессе сделаете что-то подобное. Для того, чтобы нам сделать свое кино, да, нам понадобится, конечно же, видеоматериал. У вас должен быть свой, у меня есть свой. Соответственно, после того, как я его, после того, как я отснял видео, я его закинул в программу редактора, то есть это у меня в After Effects, и там я сделал, выразил кусок, который мне нужен, и, естественно, отрядовал секвенцию в PNG-формате, то есть, чтобы это было картинками. Синема 4D, и закидываем туда мой файл, то есть, именно файл, который называется Venom, именно симбиот. Закидываем прям так, файлик открывается, у нас предупреждает, что нет одного плагина, нам это неинтересно. Все, у нас открылся сам файлик, уже готовый весь, со всеми наборами освещения, карта отражения, бэкграунда и, естественно, сама карта HDRI. Давайте сразу же и понизим качество. Первое, что нам нужно, это загрузить наше видео в вкладку Background. Давайте перездаем новую текстуру, два раза кликаем, открывается пустая, заходим в нее, здесь выбираем галочку Color, здесь мы ставим Load Image, и выбираем, конечно же, наше место, где мы отрендрили видео в PNG картинках. Нажимаем открыть, нет, окей, создалось, теперь что мы делаем, нажимаем на нее два раза, и переходим в анимацию, нажимаем рассчитать кадры, видим, что у меня 201 кадр, и здесь ставлю 25, потому что у меня 25. После этого я сразу же иду в эдитер, ставлю здесь галочку анимации, иначе у вас не будет просто играть видео. После этого я просто перекидываю этот шейдер сюда, теперь у нас ничего не происходит, потому что у нас карта отражения пока включена. Переходим на карту отражения, ставим сюда, и здесь выбираем галочку Camera, вид камеры. Соответственно, теперь у нас появляется наш видео, смотрим, нажимаем Play, и оно отлично проигрывается. Давайте сразу же добавим карту отражения, потому что это очень важная вещь, вы можете скачать с официального сайта HDRI, и здесь выбрать любую вам. Так, как скачалась наша карта отражения, переходим вот в это же шейдер HDRI, и здесь просто меняем, ставим сюда нашу карту отражения. Теперь мы можем с помощью обычной Rotation, да, там, вращения, и просто менять карту отражения. Теперь давайте перейдем в режим камеры, нажмем вот сюда, и мы переходим в саму камеру. Теперь давайте здесь мы сделаем композик такой небольшой, нам надо расставить именно Венома, как он должен быть, я не знаю, как у вас будет, у меня, соответственно, я смотрю на Венома, и здесь мне нужно сделать так, чтобы Веном смотрел на меня. Так, я беру самого Венома, выделяю его, разворачиваю сразу же, допустим. Теперь мне нужно его подогнать, так, чтобы совпадало с моим видео. Соответственно, вы делаете свое видео и подгоняете его, как вам надо. Итак, допустим, я оставляю его так, мне, в принципе, вполне себе и подойдет. Теперь я делаю анимацию, для того, чтобы мне анимировать мой рот, то есть сейчас я буду делать анимировать свою речь. Соответственно, я убираю джав, и здесь я выбираю инструмент вращения, и перехожу на моделинг. Теперь я могу спокойно делать анимацию рта, соответственно, что я делаю, я ставлю здесь ключик, и теперь ставлю здесь автоключ, то есть автокей. Нажимаю его, перетаскиваю ползунок, допустим, сюда, открываю рот, сюда, допустим, опять, и закрываю рот, и получается вот такая анимация. Анимация рта, то есть что-то он сказал. Дальше я делал, допустим, паузу какую-то, опять ставлю ключик, опять делал анимацию, и так далее. Теперь для того, чтобы моя анимация была плавнее, я нажимаю Ctrl-A, выбираю все ключи, и хочу здесь, допустим, поставить, чтобы у меня было сглаживание ключей. Ставлю софт, и смотрю, как у меня будет играться. Да, уже более-менее плавно, отлично. Ну, согласитесь, что как-то не очень, да, что башка на месте, а челюсть шатается, как-то все статично. Что ж, давайте теперь сделаем анимацию самой головы, самого тела. Выбираем полностью Венома, и с помощью перемещений, мы будем сейчас его перемещать, так, чтобы он немножко двигался. Что ж, смотрим анимацию, уже более-менее плавно, да, уже появляется какая-то динамика, и уже, да, что-то прикольное. Опять же, убираем полностью Веном, мы переходим в Усердата, и здесь у нас есть анимация языков, и так далее, что я вам до этого и говорил. Давайте теперь настроим мимику. Можно выйти из режима камеры, чтобы это все было лучше видно. Здесь мы ставим просто ключ, нажимаем мы здесь вот на ключик, и, допустим, анимацию делаем все то же самое. Просто делаем ключи и анимируем все части, что нам нужно. Итак, смотрим, что получилось, и у нас уже получилась довольно-таки крутая анимация со всеми ключами, то есть у нас все красиво, все как надо, динамика, и это круто. И, соответственно, этих анимаций у вас может быть кучей разных, я не знаю, что вы просто будете делать. На этом, принципе, уже можно закончить, потому что здесь остальное все освещение, я думаю, здесь об этом разговаривать не нужно. Каждый, кто работает в программах 3D, я думаю, уже понимает, как работает освещение и все такое. Настраивайте под себя, естественно, и можно уже, в принципе, здесь все это дело отправлять на рендер. Но не забывайте здесь поставить в обратном порядке, в хорошее качество. В настройке рендера, и здесь, в принципе, нам ничего менять не нужно, только единственно формат поставить PNG, альфа канал, и выбрать место, куда нужно сохранять. Все, и нажимаем Render. Окей, как только ваш рендер закончился, я думаю, он тоже будет не такой уж и быстрый. Переходим в любую программу монтажа, например, это After Effects. Кликаем два раза сюда, и выбираем наши трейдерные файлы. Импорт, далее ставим галочку Mine, 25 кадров ставим, окей, и перекидываем сюда на наш футажик. И далее нам нужно сделать манипуляции различные, добавить цветокоррекцию, добавить размытие, ну, что-то, в общем, сделать красиво, чтобы получилось примерно что-то вот такое. Еще, конечно же, я забыл упомянуть, что, естественно, здесь нужно будет сделать озвучку Венома, сделать его голос, так как это все-таки мы же делаем кино. Соответственно, я также делал озвучку и обрабатывал ее. Конечно же, нужно сделать озвучку Венома, и давайте сделаем. Ты же знаешь, как тебе повезло. К тому же, ты знаешь, как тебе повезло, что я нашел тебя. Вот как-то так, и, соответственно, у меня есть пресет готовый, который я уже делал, для того, чтобы делать озвучку, то есть обрабатывать этот голос. Я просто нажимаю один раз, и у меня все готово. Ты понимаешь, как тебе повезло, что я выбрал тебя. Что такое, не голос? Подумай сам, создав гайд про меня, ты многим открешь глаза. Конечно же, полностью уже весь композ, и музыку, все, и озвучку голоса, и так далее уже в самом видео, то есть голос именно с себя, я уже делал непосредственно в давнейший развал. Ну что же, ребята, если вам понравился данный гайд, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите свои идеи. Вот как-то так, всем давайте, удачи. Знаешь, Веном, так больше продолжаться не может. Покоря, Николас. Я не знаю, что делать и что снимать. Ты бы мог показать, как создать меня. Да, ты знаешь, это хорошая идея. Почему бы так и не сделать? Да, почему нет? Отлично. Подумай сам, создав гайд про меня, ты многим открешь глаза. Ты понимаешь, как тебе повезло, что я выбрал тебя. Да, 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 так я и сделал, отлично. Хорошая идея, спасибо, Веном. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!